Формат педагогической конференции образца 2019 качественно отличается от предыдущих. Предварило широкое обсуждение секционная работа, итоги которой были представлены в рамках мероприятия. В открытом общении педагоги учреждений образования, лучших по итогам прошедшего учебного года, делились своими наработками и предложениями по совершенствованию системы образования. Наша задача – обеспечить или выполнить те задачи, которые поставило перед нами Министерство образования, по обеспечению качества образования на всех его уровнях. Будь это дошкольное образование, будь это начальное, школа средняя, школа или старшая. Как и ранее, это успешное выступление на олимпиадах различного уровня, научно-практических конференциях, творческих конкурсах. Это успешная сдача централизованного тестирования. Я называл эти моменты потому, что по ним, в том числе, Министерство образования оценивает нашу деятельность. В новом учебном году за парты в городе сядут более 41 тысячи детей, из которых порядка 5000 первоклассники. Администрации города и области было сделано все возможное, чтобы ребята могли претендовать не только на качественное обучение, но и на хорошие условия для получения образования. В период летних каникул в школах прошли комплексные ремонты. Кроме того, карта учреждения образования Бреста в этом году пополнилась двумя новыми объектами – учебно-педагогическим комплексом и школой, крупнейшей в области. И на этом взаимодействие представителей вертикали власти системы образования не закончится. Современная школа, средняя школа должна соответствовать требованиям времени, должна соответствовать уровню города Бреста, города серьезного, города областного, и, соответственно, уровня соответствующего педагогического мастерства. А то, что мы подготовили неплохую учебно-материальную базу к новому учебному году, то, что мы одномоментно открываем сразу два учебных заведения, это вообще редкость такая большая, говорит о том, что приоритет на системе образования будет продолжаться и дальше. Подобные расширенные мероприятия – это шанс сверить часы, определить, как двигаться дальше и какие темы нужно взять на карандаш, чтобы сделать систему образования города более гибкой, мобильной и разнопрофильной. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.